Здравствуйте, дорогие друзья! Если бы это был обычный год, мы бы уже через несколько дней праздновали праздник Пурим. А в этом году Пурим будет в Адаре-2, в Адаре-бет, поэтому мы в этом тоже стоит маленький-маленький Пурим-катанчик такой, мы о нем поговорим. И вот я хочу два слова сказать о Пуриме, чтобы не забывать, что есть такой праздник. И о Дздаке, конечно. Мы читаем историю чудесного спасения еврейского народа в Пурим от уничтожения, и когда кончается уже свиток, есть такие слова, которые не все читают, все спроси, что ты там Ардыхая, все знают Амана, но никто не помнит в конце, что написано. А конец свитка написано так, обложил налогом царь Ахашвирош землю и острова морские. Какая связь между Пуримом и тем, что Ахашвирош ввел такие налоги? И любовнический Рэбе в беседе на Пурим говорит, что именно Мардыхай посоветовал Ахашвирошу собрать новый налог со всех граждан, и поэтому свиток СТР обязательно об этом должен был упомянуть. А почему Мардыхай убеждал царя облагать подданных налогами? И Рэбе объясняет, что не может быть положения, когда человек только получает. Не может быть так, чтобы граждане, в том числе и страны, получают государство, ничего не дают взамен. И вообще, все, что бесплатно разлагает человека. Для того, чтобы в мире был порядок, необходимо, чтобы каждый не только получал, но и отдавал что-то. Поэтому и государства нормально собирают всякие налоги и так далее. Вот наши недельные главы Труматы, ЦВ и Доб Кудей рассказывают нам о Мишкане. Переносном храме, его строительстве, убранстве и так далее. И мы находим здесь же идею введения налога. Для сбора денег, на обеспечение вот этих вот общественных жертвоприношений ввелись налог. Пол шекеля один раз в год. Богатый не больше и бедный не меньше. Однако для строительства Мишкана машин не вводил никакого налога. Наоборот. Все пожертвования были сделаны на добровольной основе и так далее. Но этот подход был очень успешным. Для тех людей, для тех людей, которые были тогда. Если бы сейчас все было добровольно, было бы не так. Но уже в главе Ваякель мы читаем, что люди жертвовали так много, что Мишкан прекратил и так далее. Потом люди изменились. Еще раз повторяю. Царь Шлома уже, когда строил первый храм, он не очень надеялся на щедрость. И установил налог для всех. Сказанное, брал царь налоги со всего Израиля. И так Шлома построил здание великолепное храма. Завершилось, когда строительство царь не снизил налоги. Так правительство любое поступает. Когда деньги идут, люди привыкли платить и так далее. Вот мы с мамой суть разобрали. Теперь, что же делать? Где правильно? Где это все верно? Как всегда, иудаизм имеет идеальное решение проблемы. Еврейский закон гласит, что человек должен отдавать 10% своих доходов на благотворительные цели. Это как налог. Он должен их заплатить. Турин не полагается на доброе сердце человека. Потому что это такое дело. У каждого свое доброта. Но оставляет право выбора, кому дать закон. В этом и есть свобода. С одной стороны, ты должен давать пожертвования. А с другой, право решать, каким именно бедным или благотворительным организациям ты хочешь дать. Не имеет значения. Правительство не решает за вас дать кому-то знаком. Турин оставляет решение за вами. И вот то же самое, кстати, с трума. Трума, которую собирают земледелец, он может отдать кому угодно. Почему так? Потому что если человек дает кому лишить сердце, то меньше вероятности, что он забудет об этом. Эта идея справедлива не только для цдаки, но и для изучения Торы. Талмуд говорит, всегда человек учит Тору там, где желает его сердце. Надо находить какое-то место, какую-то компанию, какой-то синагогу, где тебе это чувствует, что сердце твое раскрывается, там тебе приятнее. Вот там и надо делать. И темы также. Больше изучайте то, что вам нравится. Каббала занимается каббалой. Просто рассказывать тоже не имеет значения. Разные пути есть. Все мы должны исполнять заповедь учить Тору. Однако у каждого человека есть заповеди, которые он исполняет с большим желанием. И это поощряется. Занимайся на языке хаситизма. Это называется воротами, через которые поднимутся к небесам твои и остальные заповеди. Любавич Схиребе объяснял стих. Вот у нас недельная глава. Описывается одеяние. И вот колокольчики по низу одежды первосвященника. И он говорит, что именно эти колокольчики говорят о цдаке. Ибо это лучший способ устранить все препятствия, чтобы молитва поднялась. Вот когда ты бросаешь перед молитвой маленькую монетку. Такую как бы отдавают знакомую. Вот это и есть как ни странно великое действо. Обратите внимание, такой звоночек. Бросаешь монетку, она так дзак-дзак. Это и есть вот этот наш рингтончик такой. Это наш стук двери, спрашиваем разрешение у Бога, прежде чем идем навстречу к Нему. Поэтому и принято бросать монетку. Поэтому дело не в том, что Богу нужна наша монетка. Богу нужна наше сердце. А сердце раскрывает свой человек, а когда он что-то тоже делает, что-то вносит. Надо платить Богу налоги. Вот это важнее всего. Браха, вацлаха. Завис 자꾸 аaurin array あ Если вы оскосетесь уже говорите, то Бог говорит, что это слог. Брия-вы axis. И свозь OFF- Просто но и порядок living это сильно.